С вами канал Учебник Слух. География, 8 класс. Тема урока – Растительный и животный мир России. Уже не один раз в разговоре о природном комплексе мы говорили о том, что природные компоненты играют в нём разную роль. И всегда получалось, что в природном комплексе наиболее важная роль принадлежит климату и рельефу. Роль же растительности и животного мира – подчинённая. В самом деле климат и рельеф определяют характер растительности и животного мира территории. А вот животные и растения на рельеф и климат влияют крайне мало. Но вот что интересно. Являясь второстепенными по значимости природными компонентами, растения и животные – это самая заметная часть природного комплекса. Именно они определяют внешний вид территории, создавая неповторимую красоту каждого уголка природы. Более того, если мы знаем растения и животных какого-либо района, мы можем без труда установить все остальные компоненты природного комплекса. Так опытный детектив по едва заметной мелочи может восстановить всю картину произошедших событий. Хотите попробовать? Пожалуйста. Вспомним какую-нибудь картину. Нет-нет, утро стрелецкой казни не подойдёт. Нам нужен пейзаж. Пусть это будет утро в сосновом лесу Шишкина. Эту картину знают все. Но если кто-то забыл, напомним, что на картине изображён уголок соснового леса и бурая медведица с несколькими медвежатами. Итак, мы видим только то, что нам показал художник – сосны и медведей. Никаких других компонентов природного комплекса художник не изобразил. Но скажите, неужели вы не определите климатический пояс, в котором Шишкин писал эту картину? Вы даже сможете приблизительно назвать температуру воздуха, хотя её уж точно художник не изображал. Почвы, характерные для хвойных лесов, назвать нетрудно, как и других представителей растительного или животного мира этого соснового леса. Или кто-то всерьёз полагает, что там в кустах спрятался жираф? Таким образом, растительный и животный мир, как зеркало, отражают компоненты всего природного комплекса. Но они не просто отражают, они и сами играют важную роль в природе и жизни человека. Так, растительность защищает поверхность Земли от её разрушения водой и ветром. Она влияет на размещение поверхностных и грунтовых вод. Мы помним, что растительность – это важнейший фактор почвообразования. Но, конечно, нельзя забывать о том, что растительность определяет состав воздуха на планете. Животные тоже играют свою роль в природном комплексе. Причём, так как животные очень разные, то отличаются и их функции в природном комплексе. Растительность России богата и разнообразна. Растительный мир нашей страны включает около 17 тысяч видах высших растений. Интересно, что в этом огромном числе видах преобладают травянистые растения. Деревьев же всего около 500 видов. Хотя слово «всего» здесь не очень подходит. Вряд ли кто-нибудь, не являющийся специалистом, назовёт хотя бы десятую часть этих видов. На размещение растительности влияют многие природные факторы. Но самым главным является климат. Все растения в процессе развития приспособились к условиям конкретных природных комплексов и образовали тундровый, лесной, степной, болотный, луговой и другие типы растительности. Формирование тундровой растительности происходит в условиях недостатка тепла и избыточного увлажнения. Для тундровой растительности характерно преобладание мхов, лишайников и кустарничков. В тундре практически нет однолетних растений. Одного короткого летнего сезона не хватает для развития растения. Основной тип растительности России – леса. В России леса занимают более 700 миллионов гектаров, что составляет почти четверть мировых площадей леса. В нашей стране есть разные леса – смешанные, широколиственные, но преобладают хвойные. Они составляют примерно 80% всех лесов страны. Среди хвойных пород первое место по распространению занимает лиственница. Это самое распространенное дерево в России. Жители Европейской России могут этому не поверить, ведь основные площади лиственничных лесов сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке. На долю всех лиственных пород приходится только 20% лесов, а самое распространенное лиственное дерево – береза. Степная растительность распространена в условиях теплого климата, в районах с недостаточным увлажнением. Травянистые однолетние растения – наиболее типичные представители растительности степей. Особенно много разнообразных злаковых растений, которые не нуждаются в большом количестве почвенной влаги. Во многих районах России распространены луга, которые являются внезональными природными комплексами. К луговой растительности относятся лютики, клевер, купальница, невянник, которые можно встретить и среди лесов, и в поймах рек. В результате деятельности человека сокращаются площади, занятые многими типами растительности. Особенно сильно страдают лесная и степная растительность. Площади лесов уменьшаются вследствие их вырубки и пожаров. В процессе сельскохозяйственного освоения сводится естественная степная растительность. В России ведутся работы, направленные на сохранение растительного богатства, лесовосстановление, борьба с лесными пожарами, вредителями и болезнями. Размещение животных подчинено закономерностям широтной зональности и высотной поясности. В России обитают около 130 тысяч видов животных. Среди них абсолютно преобладают насекомые. Их насчитывается более 100 тысяч видов. Затем следуют рыбы. Более 1 400 видов. Птицы. Около 800 видов. Млекопитающие. Около 320 видов. Присмыкающиеся. Около 130 видов. И земноводные. Около 30 видов. Размещение животных во многом зависит от типа растительности. Для каждого зонального типа растительности характерны свои животные. Хотя в отличие от растений, животные не так прочно привязаны к определенным условиям обитания. Потробнее о животных нашей страны мы поговорим в теме природные зоны. Повторим главное. Растительный мир очень сильно зависит от других природных компонентов. Но зато именно он создает неповторимый облик каждого природного комплекса. Растительный мир нашей страны составляют около 17 тысяч видов высших растений. Основной тип растительности России – леса. В результате деятельности человека сокращаются площади, занятые многими типами растительности. Особенно сильно страдают лесная и степная растительность. Размещение животных во многом зависит от типа растительности. Для каждого зонального типа растительности характерны свои животные.